Чуть больше двух лет назад мы уже рассказывали о спортсмене из селения Куруш Джавиде Гамзатове. Тогда этого молодого парня Курушти чествовали как призера чемпионата мира по греко-римской борьбе. Во дворе средней общеобразовательной школы номер два, где собрались и стар и млад, и конечно же учащиеся двух школ. Тогда Джавид завоевал на чемпионате мира бронзу, с чем его поздравляли односельчане и гости. Каждый из выступивших тогда пожелал Джавиду завоевать путевку на Олимпиаду в Рио-2016 и стать чемпионом или призером. И вот Джавид Гамзатов оправдал надежды односельчан. Он стал бронзовым призером Олимпиады. Вчера спортсмена чествовали курушцы и гости села перед Центром традиционной культуры народа России. Отметим, что Джавид тренируется и выступает за Республику Беларусь. Ну а начинал, разумеется, в Дагестане, городе Кизельюрд. Когда обучался в начальных классах, Джавид прилетел после вчера вечером, где также в аэропорту его встречали родственники, друзья и товарищи. Чествовать призера Олимпиады и в этот раз собрались жители села. От имени главы района Джамлада Чапиевича Салавова и себя лично поздравил призера Олимпиады и начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Ахмед Исаков. Уважаемые курушцы, уважаемые гости, сегодня мы здесь, как вы знаете, собрались по приятному торжественному мероприятию, посвященному чествованию призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Гамзатова Джавида Шакирыча. В первую очередь, я хочу поздравить его и всех сельчан селения Курыш от имени главы муниципального образования Хаса Юджика Салавова Джамлада Шапиевича с этим прекрасным, высоким достижением. Конечно, мы знаем Джавида, знаем его успехи. Буквально в прошлом году мы честовали здесь селение Курыш, когда стал призером чемпионата мира. Надеялись, что он выступит удачно. Конечно, это большой успех. Вы знаете, что насколько тяжело, даже не сколько-то призером, а насколько даже попасть в сборную любой страны и участвовать в Олимпийских играх, это мечта любого спортсмена. Сегодня, конечно, мы радуемся победе Джавида. Конечно, радуется не только ваше село, радуется весь район Дагестан. Это наш земляк. Выступая за Белоруссию, он стал призером. Тем не менее, он наш, был, есть и будет. Конечно, надеемся, что на следующих Олимпийских играх, которые состоятся через 4 года, он будет радовать нас победой. И будем соберемся мы в таком же составе. Будем радовать, чествовать его, стал Олимпийским чемпионом. Мы хотим от имени всех спортивных общественностей, от главы, от руководства всего района, поздравить его еще раз, пожелать ему удачи, чтобы он на этом не останавливался, и чтобы радовался новыми победами, и чтобы мы могли радоваться за него. И хотим наградить его от имени главы муниципального образования Хосеевского района, благодарственным письмом призера и денежная премия, поздравить его от имени главы муниципального образования Хосеевского района. Слово предоставляю мастеру спорта по диду СССР Гасанову Ислам Пашевичу, нашему тренеру. Пожалуйста. Уважаемые кружцы, уважаемая молодежь, так всех от всей души поздравляю вас вот с таким праздником. То, что нам подарил Джавид, это наш праздник, наше будущее. Молодежь, вам пример всегда, есть на кого равняться. На таких ребят, как Джавид, надо равняться. Участвовать в Олимпиаде, это не всякое может быть. Это стоит огромного труда, огромной работы. Вот Джавид доказал своим трудом гордостью, что он выступил достойно и выиграл медаль на Олимпиаде. Мы, молодежь села Круш, все спортсмены, от всей души поздравляем тебя с таким успехом. Дай Аллах, чтобы у тебя еще впереди все, ты молодой, еще будь, еще дальнейших успехов у тебя, чтобы выиграл золотой медаль на следующий Олимпиаде. Удачи тебе! Спасибо. Слово предоставляю заместителю начальника районного управления образованием Мамеду Ануар Идаятевичу. Пожалуйста. Дорогие Крушцы, от души поздравляю вас с этим выдающейся победой нашего земляка, нашего священника Джавида. Предшествующие выступающие высоко оценили и выразили, чего стоит достижение такого успеха. И на самом деле Джавид наша гордость, на которую мы все можем и должны равняться. От себя лично хочу еще раз поздравить Джавида с этой высочайшей победой. Пожелать, чтобы в будущем на этой своей стезе, в своем спорте он достиг еще высших наград. И в то же время хотел бы поблагодарить Джамбулат Шапиевич за то высокое внимание, которое он оказал сегодня. Приветствовал нашего победителя, нашего священника, нашего брата. Спасибо. Спасибо вам. Уважаемые, слово предоставляю олимпийскому чемпиону Гамзату Джавиду Шакировичу. Спасибо всем. Спасибо, что так тепло принимаете. Уважаемые, уважаемые, всем здоровья. Салам-маликум. Спасибо вам. Слово предоставляю главе муниципального образования селения Круш Юсупу Рафик Терметовичу. Уважаемые, уважаемые, слава маликум. И благодарим тоже главе района муниципального образования Хазартольского района Джамбулат Шапиевичу, что уделили внимание тоже, отправили, поблагодарили наших земляков, поздравили наших чемпионов, наш Джамбулат. Удачи вам, Джавид, и пусть это будет примером для нашей молодежи. Я надеюсь, будет заряд и стимул. Слово предоставляю директору Дворца культуры нашего Курбанова Захарова, заслужен работнику культуры Республики Дагестан. Праздник спорта. Оказывается, на самом деле, какие мероприятия доказывают, что история Хазартольского района Джамбулат Шапиевича в Курзуазе, НСАЗе и НСАРе. История действительно, не со страницей, как бы, Олимпийский, честно говоря, призер, чемпион, че хвоше. Коя у нас страница дополнительная, как бы, же история, честно говоря, страница культурная. Сова, Хазартольского района Джавид, и на Фарси, в КОГОВОГЛИР, и на КВАДОХОДЧЕМИАЦИЯ, железная легенда, мировой спорт. Пожалуйста, равняться, стараться их, честно говоря. Наркоманды, алкоголизм. Примеры, честно говоря, следующие вершины, серебряный призерок Китая, золотой призерок Китая. Это вообще лучший, честно говоря. Честно говоря, у вас желательно, чтобы, конечно, как и на Уртлахавол, следующий Олимпиадный зал, как минимум, кузов и медаль. Более, честно говоря, масштабно, конечно, война, встречаться в реке Захове, Часову. Сейчас, сэд Эмиль Шемиль, честно говоря, Харса, Амбр, заходи в спортсмене, заниматься, как я сказал, что вы, а вы, черт, Титанический землятеда. Иначе, Саурови тренеры, знала Малик Схазы, Матэ, Алим Штхазы, честно говоря, Ибер Хамбр, честно говоря, землятник, лошит, честно говоря, не мочи те, конечно, разыграют. Туракатар Саурова, Джейхидр, швейц, успехар. Только, честно говоря, как Джамиль, Дальнейшие мероприятия проходило в доме Гамзатовых, где для гостей во дворе были накрыты столы с явствами. Своими впечатлениями о прощече олимпиаде и выступлении сына мы попросили рассказать Шакира Гамзатова, отца призера. Радость за то, что он добился своей цели. Радость за то, что он достиг. Если бы он не достиг бы этой цели, конечно, разочарование было бы. Сколько лет трудиться под отец и не достигнуть той цели, к которой ты стремился, конечно, было бы разочарование. Это радость не только для вас, для родителей, но и для всего круча. Это радость, конечно, безусловно. Безусловно, это радость и для круча, и для республики, и для Белоруссии. Это радость, конечно, всех нас. Мы вас поздравляем так же, как и Джавида. То есть, Аллах даст и на следующей олимпиаде выступить, и будем его встречать как олимпийского чемпиона. Спасибо, спасибо. Тем более, он решил для себя вступить. Продолжить, да. Цель есть. Да, цель есть. Желаем ему удачи, чтобы он стал олимпийским чемпионом. Аминь. Ну, а мы с оператором, воспользовавшись моментом, взяли интервью у виновника торжества Джавида и его тренеров. Тяжелый, честно сказать. Я попал через квалификационный турнир в Монголии. Выиграв этот турнир, получил лицензию на олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. А сами Рио-де-Жанейро, наверное, в фоне суеты, в фоне тренировок, подготовки, они прошли быстро, незаметно. И, слава Богу, результат есть сегодня. Вот мы знаем, что вы, когда борьба была за серебро, что вы выступали намного лучше. Там что послужило вот такому решению судейскому? Ну, там был такой момент, что борец, с которым я боролся, борец Украины, он до меня выиграл борца из Болгарии, из Египта. И судил меня на ковре, судя из Болгарии, а боковой судья был, судя из Египта. Им было просто нужно вытянуть своих борцов, чтобы они утешались, боролись за третье место. Ну, и они сделали это нерамотно. Олимпиада прошла. Вот в данное время вы, наверное, отдыхаете, да? Есть в ближайшее время какие-то соревнования, где вы будете участвовать? Пока не думал об этом, но в любом случае еще один старт до Нового года буду делать. У нас как бы сезон закончился, но чтобы быть на ходу, сделаю один старт до Нового года. И уже со следующего года начнется новый сезон, новая подготовка. А так, кроме борьбы, я знаю, что вы выступаете за Белоруссию, там живете, есть какие-то планы? Вы занимаетесь чем-нибудь, кроме спорта? Я учусь в университете, в Белорусском государственном университете, на юридическом факультете. У меня сейчас преддипломная практика начнется в конце сентября. Буду пока заниматься ею. Спорт не мешает, да? Спорт никак не мешает. Ну, вот если сейчас обратиться к молодежи села, до района, скажем, что бы вы могли бы им посоветовать? Что сказать? Я бы хотел посоветовать им заняться каким-нибудь делом, найти для себя мечту, во-первых, и идти к ней, к своей цели, иметь терпение, трудолюбие и характер. Успех приходит только, когда человек трудится, отдает себя всего делу. Да, надо много трудиться, чтобы успех пришел и иметь небольшое терпение, скажем так, потому что успех приходит не сразу тоже. Вот вы выезжали туда, когда на Олимпиаду уезжали. Ваш тренер был с вами? Мой личный тренер был со мной, да. Это Игорь Анатольевич Петренко. И мой первый тренер, Малик Искендаров, который в Беларуси, первый мой тренер, он оставался в Беларуси, но я с ним постоянно был на связи. Контактировал? Да. Перезванивались, он подсказывал, советовал. Я безгранично рад. Я помню, когда мы его отправили, потому что греко-римская борьба у нас в Дагестане не так развита, как, допустим, в Беларуси. Да, у нас, потому что основной, это вовная борьба. Я помню, когда он еще ребенком был, просто посоветовались и отправили мы в Беларуси. Вот оттуда, и вот этот Малик Индежаевич, это самое, он тоже после окончания института там же остался в Беларуси, начал тренировать, и мы его отправили вот к нему. Дальше вот пятикратный чемпион Беларуси, международные турниры выиграл в Турции, вот как он подчеркнул, в Монголии, в Венгрии, чемпионаты мира, там, в Казани, в Универсиаде. Короче, сегодня успех, да, вот это мы в центре внимания были, да, во всех этих самых олимпийских играх, постоянно. Я лично думал, что уже серебро обеспечено, да, а надо бороться за бронзу. Конечно, у каждого тренера есть мечта, но моя мечта используется. То, что заработал медаль Джавид Гамзатов, это похвал пелорусский тренерский состав. Я бы хотел в 2013 году, в 2013 году, стал он чемпионат мира, чемпионат мира, третий был призером, призером было, третьим призером было на чемпионат мира, это проходило в Венгрии. Потом, в этот же год, проходило в Казани, 2013 год, это был самый результативный праздник, это результативное достижение было именно Джавид Гамзатова. спад 2014-2015 год сплошной, потому что то ли неправильное подведение тренирующих процесс, почему, потому что в самом деле парень уставший был, не в свое время участвовал в соревнованиях, там, где надо, там, не нужны соревнованиях, участвовал. Очень много у него вес было, 93 килограмм, а гонять, переход на 85 килограмм очень тяжело. Вот чемпионат мира, чемпионат Европы 2014-2015 год провалился. Ну вот 2016 год это подведение итог, это счастливый год. Почему? Потому что полностью очищение у него организма. Мы даже не знали, что у него организм настолько было, у него интерес никакого не было. Идет на схватка, никакой интерес. вот начало учебного года 2015-2016, вы знаете, как, когда очищали его организмы, я имею в виду химии и так далее, подобное, и, знаете, начал бороться. Почему? Потому что как будто заново родился наш Джавид Гамзатов. То, что он выполнил вот как раз начало учебного года в 2015-м году, Кубок мира, потом Кубок мира становится третьим, затем Олег Караваев турниры, они становятся вторым после России. то есть и республика в начале года, в 2016-м году, у него было начало учебного, начало января, 18-го числа, то есть выиграл чемпионат республики очень хорошо. и даже не осталось своим соперникам шанс и участвовал в нескольких турнирах, знаете, он доказал, что он вернулся в борьбе. То есть вот задачей было в Венгрии ехать, буквально за два дня в чемпионате Европы должны ехать в Венгрии и за два дня главный тренер отменили его поездка. Конечно, тоже тяжело было восстановить вот это то, что нацист, он очень хорошо подготовлен был в Венгрии. Но сложилась так ситуация, ему пришлось зарабатывать лицензию в Монголии. Вы знаете, самый счастливый этот день, что он заработал лицензию и в финале он боролся и выиграл у Алексея и Арменина. Это очень Арменина хороший борец, потенциал был высокий, потому что он был призером настоящий действующий борец был, это первый номер в Армении. И он выиграл в него хорошая схватка 7-4 в финале и он становится в Монголии первым и заработал лицензию. Радость, конечно, это очень хорошо. Я даже знаете, после окончания вот этот приезжает, мы встретили его, настроение было самое главное хорошим. Ну и ждал долгожданный момент участия Олимпиады. Опять ажитаж, это же лицензию заработал мы не лично, а заработавшую для республики. А тут и борцы, есть противники, соперники. Ну вы знаете как, он показал последние турниры в Польше подлицинские подведения, как раз кто должен ехать. Получилось и он вес гоняет опять до 85 килограмм, боролся две схватки и достаточно было дальше, дальше не нужно было бороться, потому что мы знали не надо было бороться больше. Две схватки достаточно было. Но он решил вопрос что поездка его. Все тренерские составы решили должны ехать только Джавид Гамзатова. Мы знали, вы знаете, есть такие моменты, когда тренера и мы чувствовали единственные из трех участников из Белоруссии только надеяться на него. И вот знаете, он выбрал себе хорошую жребию, мы сразу уже поняли, обязательно должны бороться за третье место. Ну, вот судьба. Первая схватка с китайцем он хорошо выиграл. И вторая схватка, вы знаете, как мы очень переживали, это австрийец, сам из Чеченской народной республики был, национальность, он боролся за австрийцем. А этот борец только что схватка выиграл у чемпиона мира из Финляндии. А он, борец достойный был, потому что и он за выход в финал, когда-то с Алимом боролся, выход в финал. Борец высочайший, но австрийцем выиграл у чемпиона мира Финляндии. Ну, судьба свелась, наш Джавид у него, ему даже шанс не оставил. Выиграл у него 9-0, и выходя за выход в финал, боролся с украинским борцом, но это борец, высочайший борец был, потому что за 4 года этот Белалов паршистский никому не давал, никому не проигрывал. Ну, Джавид, видишь, как получилось первый период по нулям, второй период не борцы боролись, а боролись судья. Судья исход за выход в финал, он решил, чтобы выиграл украинец, потому что судья сам был из Болгары, а он заинтересован был. В уточительных схватках, я знаю, предварительных схватках, болгарам проигрывал этим же Белалову. Но это было, они шанс не упустили, дал возможность в финал выходить Белалову, и заодно, чтобы боролись их борец и болгарин. Вот они в финале боролись вместе с Джавидом, доказал, потому что не имел права Джавид Гамзату проиграть этому молодому болгару. болгарин, нигде не отличивший на миру аренах, в Европах, на мирах, он нигде даже и турнирах не боролся, не имел права проиграть. Мы знали, что Джавид должен был бороться похвально и выиграть у него. Ну, то, что он выиграл третье место бронзовое, наверняка этот год его, мы, тренера и Белоруссия, и Дагестан, и Амитрия, все, все болели за него. Радость это привезли медаль. Я как тренер начал с ним работать греко-римской борьбой. Мне приятно, что я свой план выполнил. Побеседовали мы и с первым тренером Джавида Хайбула Хайбулаевым из города Кизелюрт, где начинала спортивная карьера Джавида. Джавид Гамзатов пришел ко мне во втором, третьем классе, по-моему, третьем классе. он был довольно крупным мальчиком, а такие дети они особо не задерживаются, они от борьбы быстро уходят. Параллельно с ними еще пришло 3-4 таких же мальчика, они быстро убежали, а Джавид остался, вытерпел и начал бороться. трудился, да, он очень, так сказать, не покладая рук. Первые его соперники, конечно, были не его ровесники, а дети старше, постарше, года 2-3. Может быть, за счет, за этого, от того, что с ними как бы приходилось тягаться, он начал проявлять характер в борьбе и потихоньку, потихоньку начал добиваться результата. Он начинал как вольник и до окончания средней школы он был вольником. Результаты был победителем первенства Дагестана в Дылыми, он был потом победителем Южного федерального оборока остался, призер первенства России среди юношей. Ближе к старшим классам Джавид уже начал подключаться как бы на греко-римскую борьбу. В это время начало возрождаться греко-римская борьба республики Дагестан начинали уже проводить турниры. Это Мурат Пайзулай он как бы начал возрождать и Джавида уже начали как бы пробовать, подключать. Понравилось ему начал сразу уже призовые места занимать, начал турниры и боролся параллельно и вольно и классически. И уже по окончании школы мы сели обсудили, поговорили уже надо было чем-то конкретно заниматься или вольно или классико Джавид сказал по классике больше получается и никаких проблем вперед сели отцом с ним и Джавид начал уже плотно заниматься греко-римской борьбой. Джавид то что он попал на Олимпийские игры это большой успех конечно для меня как для первого тренера для его родных для курушцев для земляков для Дагестана для всех нас выступая на Олимпиаде так сказать смотрел сетку все и я был просто уверен что он обязан приехать домой с медалью почему потому что так сказать соперники были не из простых но можно было их проходить на Олимпиаду попадают все самые сильные но уровень Джавида я уже знаю он тоже так сказать не мальчик он довольно зрелый борец призем чемпионата мира отборолся молодец от души он выложился постарался все сделать и за третье когда он уже боролся когда я был просто уверен что он воюет эту медаль пользуясь моментом передать привет салам салам алейкум моим тренерам коллегам вольникам с Хасаюртовского района и города Хасаюрта вам удачи позади сложная изнурительная Олимпиада Рио 2016 не только в физическом плане но и в моральном Джавид с честью выполнил свою задачу несмотря на перекосы в судействе мы от души желаем Джавиду и его тренеру Малику Эскендерову успехов в дальнейшей спортивной карьере и надеемся что на следующей Олимпиаде наш земляк завоюет золото олимпиаде 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 олимпиаде